Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о Кубке России по футболу и сосредоточимся на будущих матчах этого турнира, потому что нам стали известны первые полуфиналисты, это Зенит и Спартак. Нам в ближайшее время предстоит узнать еще две команды, которые попадут в большую четверку. Ну и сейчас можно, знаете, вот так вот немножко попрогнозировать, кто же здесь является фаворитом. Да, я, конечно, понимаю, что мы по-прежнему еще в загадках, кто у нас будет во втором полуфинале. Мы не знаем, кто там окажется, Шидник, Торпеда, Химки или Урал, но согласитесь, все эти команды сейчас вот смотрятся однозначно андердогами. Кто бы из них не попал в финальную встречу, мы понимаем, что они там будут аутсайдерами в битве со Спартаком или Зенитом. Поэтому, по факту, сейчас нужно размышлять об этих двух командах, о двух столицах, о северной и основной, так скажем. Ну и, разумеется, хотелось бы отметить, что в этом противостоянии, скорее всего, будет решаться трофей. Поэтому, как принято говорить, мы, возможно, увидим досрочный финал. И хотелось бы отметить, что в этом матче очень многое будет решаться, вполне возможно, для наставников команд. Потому что, с одной стороны, Доминико Тадеско имеет прекрасный шанс попасть в Еврокубки. Именно через национальный трофей. Вот, пожалуйста, дорога в финал и дальше, ну, практически гарантированное попадание в Лигу Европы. И это может спасти сезон. Что же касается Симака, с одной стороны, я не думаю, что провал в Кубке станет для него губительным. Но, с другой стороны, вылет из европейских турниров, это, конечно, большой минус. И сейчас одного только чемпионства для многих повередливых фанатов может просто не хватить. А вот золотой дубль, согласитесь, это будет уже покрасивше. Поэтому давайте представим, какие сейчас есть плюсы у Спартака и Зенита именно в контексте Кубка России. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике, проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, давайте начнем с московского Спартака, потому что мне эта команда видится более интересной именно в контексте Кубка. Какие у них есть сильные стороны и плюсы, которые могут им позволить выиграть данный трофей? Ну, первая из них, это, конечно, мотивация. Причем мотивация не только команды, но и Доминико Тедеску, которому нужно самоутверждаться в России, которому нужно показывать себя и которому нужно завоевать, наконец-то, первый трофей в своей карьере. Нельзя сказать, что у него прям огромный футбольный путь за спиной. У него всего пара сезонов шальки, и до этого были другие проекты, менее амбициозные. Поэтому сложно его винить в том, что у него нет каких-то трофеев и успехов. Но, с другой стороны, когда-то нужно начинать, поэтому здесь Тедеску, конечно, будет настроен, наверное, побольше, чем Симак, который уже все-таки немножко присытился победами. Сейчас он уже фактически идет ко второму чемпионству, и для него Кубок не такая, знаете, заветная награда. Ну и, разумеется, то, что я уже упоминал, Спартак может попасть в Еврокубки именно через Кубок России. Я не хочу сказать, что через чемпионат у красно-белых не осталось никаких шансов попасть там в Лигу Европы или, например, в Лигу Чемпионов. Но, согласитесь, плотность наверху очень высокая в российском первенстве. А Спартак все-таки достаточно серьезно отстает от лидирующей группы. Поэтому здесь красно-белые могут просто в турнирном плане сосредоточиться на Кубке. Ну и вообще, сами понимаете, выиграть трофей сейчас для московского Спартака это будет очень серьезная подпитка и психологическая, и эмоциональная, и с точки зрения просто имиджа клуба. Поэтому для них сейчас Кубок это больший вызов. Также хотелось бы отметить, важный нюанс это большую глубину состава. Вот если брать стартовую обойму, на мой взгляд, здесь без вопросов Зенит сильнее. Но если брать глубину состава на некоторых позициях, то она у Спартака куда интереснее и куда круче. Ну, например, взять тот же самый центр нападения. Здесь есть и Соболев теперь, есть и Ларсон, и Понце, и Щюрли. Может, в конце концов, начнут показывать приличный футбол. То есть, тут имеется определенный выбор. А вот в Зените не было в матче против Ахмата ни Азмуна, ни Дзюбы. И мы видели, что это было весьма печальное зрелище. Если брать именно игру передней линии. То есть, были неплохие футболисты на других позициях, кто там пытался тащить. Но без Дзюбы впереди, конечно, Зениту тяжело. Нет в Спартаке игроков, от которых так все плотно зависит. Поэтому сейчас, в условиях борьбы на несколько фронтов, если и у Спартака, и у Зенита будет напряженный график, и нужно будет как-то разрываться между кубком и чемпионатом, на мой взгляд, здесь у Спартака больше ресурсов, чтобы проводить активную ротацию состава. Также хотелось бы отметить, что тренер красно-белых Тедеско пока что выглядит более успешным в кубковых состязаниях. В общем-то, у него не так много было национальных кубков. Но вспомните Шальке. Там он довел команду до полуфинала, проиграл Айнтерахту, но, в принципе, был близок к попаданию в решающий матч. На следующий сезон он довел команду до 1-4 и был уволен. Ну, в принципе, может быть, и добился бы успеха, если бы его там оставили. Так или иначе, он добивается хороших результатов. Именно в кубковых состязаниях, в матчах на выбывание. А вот что касается Зенита и Симака, ну и, собственно, Уфы, предыдущей команды Сергея Богдановича. Здесь все куда скромнее. Мы помним, что второй сезон в Уфе для него омрачен был серьезным провалом в кубке, когда они, по-моему, Олимпийцу проиграли Нижегородскому или кому-то еще, ну, такому скромненькому коллективу. Могу путать. Если брать первый сезон с Зенитом, то там он вылетел от рук Ростова в рамках кубка тоже достаточно рано, в 1-8 финала. И да, сейчас он пробился в полуфинал, это, несомненно, успех. Но, с другой стороны, Зенит, имея свои ресурсы, наверное, был обязан попадать хотя бы в эту стадию. Просто перевес в качестве исполнителей слишком высок. А что касается первого сезона в Уфе, где Симак также попал в 1-2 финала, ну, там он принимал команду уже в 1-4 после Гончаренко. И в 1-4 на них вышел Анжи, полумертвый. Поэтому тогда, ну, команда была обязана проходить дальше. Опять же. Так что здесь Дедеско уже показал себя в кубковых состязаниях, пускай и в Германии. Про Симака, про Кашта, такого сказать нельзя. Если брать другие нюансы, это те матчи, которые будут сразу после полуфинала. Потому что Спартак после противостояния с Зенитом в 1-2 будет играть с Локомотивом. А вот Зенит столкнется с ЦСКА. И с одной стороны получается, что и та, и другая команда, ну, окажется в сложной ситуации. С одной стороны важный матч в кубке, с другой стороны на носу топовое противостояние в российской лиге. Но, как я уже сказал, у Спартака побольше мотивации именно на кубковые состязания. И как мне кажется, если и представить, что кто-то из этих коллективов сделает ставку именно на кубок и в первую очередь будет выкладываться в этом матче, на мой взгляд, это будет как раз-таки в противостоянии со стороны Спартака. Именно они будут больше мотивированы с турнирной точки зрения. Ну и сами посудите. Спартак-Локомотив, это противостояние, на мой взгляд, не такое горячее, как, например, дуэль ЦСКА-Зенита. Потому что для Санкт-Петербургцев любая столичная команда это особый вызов. А Спартак-Локомотив, ну да, принципиальность есть, но это не Спартак-ЦСКА, не Спартак-Зенит, даже не Спартак-Динамо, наверное, в плане напряженности. Поэтому здесь, на мой взгляд, Спартак может с чистой совестью сосредоточиться на кубковом противостоянии. Тем более, как я уже сказал, для них Зенит – мотивация куда больше, чем Локомотив с точки зрения принципиальности. Ну а что касается Санкт-Петербургцев. Как я уже сказал, в целом у них лучше основной состав. То есть если представить, что Зенит выйдет в 1-2 именно во всем своем великолепии, со всеми ведущими исполнителями, если там будет и Дзюба, и Азмун, и остальные, ну, наверное, стартовая обойма у них действительно будет круче. Тем более, что Малком потихонечку будет набирать форму и так далее, тому подобное. Что касается Спартака, важным нюансом является то, что эта команда 3 официальных матча не может обыграть Зенит. Поэтому здесь и личные противостояния, прям скажем, не в пользу красно-белых. И здесь Спартаку придется прерывать эту серию, потому что вот недавняя победа в рамках товарищеского турнира кубка матч-премьер, это, конечно, не то, что нужно красно-белым. Официальные матчи пока что Спартак уже 3 встречи подряд не может добиться победы. Так что здесь у Зенита есть определенный перевес. Ну и если брать вопрос мотивации и того, как команды будут распределять силы между турнирами, с одной стороны, у меня есть ощущение, что Спартак будет больше нацелен на кубок, и что они будут больше сил тратить именно на кубковые матчи, в том числе на важнейшее противостояние с Зенитом. Но с другой стороны, ведь мы понимаем, что сейчас в чемпионате России может сложиться очень необычная обстановка, что в концовке Зенит будет фактически проводить в чемпионате товарищеские матчи. То есть они могут сейчас оторваться от своих конкурентов, сделать определенный задел, который у них уже и так имеется, могут его, в принципе, и увеличить, и таким образом за несколько туров до конца чемпионата Зенит уже фактически станет чемпионом досрочно. И если это вдруг произойдет до матча 1-2 финала, ну вот тогда, пожалуйста, у Зенита не будет никаких уже других целей, у них будет одна конкретная задача – выиграть кубок России. И вот тогда преимущество Спартака в мотивации просто испарится, ведь у Зенита реальной спортивной целью останется только кубок. Но это, разумеется, должно произойти только при определенных обстоятельствах, если Зенит к тому моменту обеспечит себе золотые медали. Ну а что касается возможных конкурентов двух больших команд – Химки, Торпеда, Шинник и Урал – ну, при всем уважении. Мы должны понимать, что те же самые Химки сейчас в тяжелейшем финансовом кризисе, команды раздают звездных футболистов, вряд ли они сейчас конкурентоспособны будут против Зенита и Спартака. Торпеда, ну, знаете, на мотивации по старой памяти показать себя, что вот возвращение великого клуба, ну, было бы, конечно, симпатично, но кто ж поверит, Шинник – тоже сомнения Урал. Вот Урал было бы интересно, потому что, на мой взгляд, конечно, они имеют наибольшие шансы попасть в финал со своей стороны сетки, потому что они представители премьер-лиги, в отличие от Химок, Торпеда и Шинника. У Урала есть определенный статус грозы авторитетов. Они недавно отняли очки у Спартака, у ЦСКА, у Ростова, вот если брать последние матчи. И, конечно, они готовы дать бой практически любому сопернику, тем более, что Урал не раз уже пробивался в поздней стадии Кубка России, бывал в финале, но вот как-то не складывалось в решающей встрече. Поэтому в кубковом плане они обопытные бойцы. Их тренер Парфенов с Тосно выигрывал Кубок России, вопреки всем ожиданиям. И хотелось бы отметить, что у них есть свои преимущества, но, как мне кажется, в финальной встрече, когда на кону будет конкретный трофей, здесь, скорее всего, и Зенит и Спартак, кто бы сюда не попал. Они будут, конечно, очень серьезно настроены, нацелены на победу, на то, чтобы взять этот кубок. И здесь у Урала, на самом деле, будет мало шансов. Но, с другой стороны, всегда хочется верить, что бывают сюрпризы, что бывают своеобразные чудеса футбольные, поэтому не будем списывать тот же самый Урал со счетов. Ну и чисто теоретически, не будем списывать со счетов и команды из первого дивизиона. Хотя это уже, знаете, не из разряда чудес, а из разряда фантастики. С вами был Константин Калуцкий. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и на мой канал, посвященный кино и сериалам. Ссылка в описании. Всем удачи, всем пока.